Еще один праздник подарил своим поклонникам ансамбль народной песни «Забава». Этот замечательный, еще совсем молодой коллектив под руководством Виталия Михайлова уже давно покорил сердца благодарных зрителей. Этот коллектив знают, ценят и любят не только на Десногорской земле, но и в других уголках области. Начался концерт с исполнения известной песни «Колокола». Совсем маленькие участники ансамбля порадовали гостей песней «Русские матрешки». При этом малыши ловко аккомпанировали себе ложками, постукивая ими в такт песни. Прекрасное выступление продемонстрировала солистка ансамбля Арина Хромкова. Она исполнила добрую песню «Ладушки». Также со сцены в тот день прозвучали такие песни, как «Вополь орешина», «Вокузницы», «Как у нашей Дуни». Шуточные частушки из комарошины про то, как комара муха любила, да про то, как во зеленом вобору жила барыня блоха. Особенно повеселила собравшихся, ведь юные участники выступали с полной отдачей. Не забыли участники ансамбля и про казачий край. Они дружно и весело спели знаменитые донские казачьи припевки. Вжилась в роль и со всей душой спела забавную песню про Ваню Мария Жакова. «Вся концертная программа была невероятно наполненной и яркой, но за плечами у этих жизнерадостных исполнителей кропотливая работа и долгие репетиции». «Мы очень долго готовились, переменку одну делали, 5 минут только, и потом в следующий раз очень долго». Но несмотря на долгие репетиции, ребята ценят народную культуру и любят русское народное творчество. «Здесь вспоминают очень старинные песни, здесь помнят народные песни, о которых сейчас не очень много людей слушают». В течение всего концерта поддерживал исполнителей инструментальный коллектив «Исмоленска», который не пожалел своего времени и приехал в Десногорск аккомпанировать юным артистам. Все вместе и участники забавы, и музыканты, и зрители получили огромное удовольствие от концерта. И после завершения всех выступлений еще долго не покидали уютный актовый зал Дома детского творчества. Они фотографировались и рассматривали памятные кружки с фотографиями, которые руководитель ансамбля Виталий Михайлов подарил каждому участнику отчетного концерта.